Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, я решил как и в карьере за Барселону, так и в карьере за наш канал увеличить немного количество матчей, которые у нас входят в одну серию. Примерно в карьере за Барселону от 3 до 4 будем брать. Здесь мы все-таки делаем теперь постоянно, наверное, это все-таки по 4 матча, чтобы быстрее успевать, потому что у нас на дворе уже апрель, а у нас только в карьере за наш канал уже январь, но это как-то неправильно, надо нам чуть побыстрее. Может быть даже и месяц этот мы закончим, сразу же будем по месяца может быть играть, я не знаю, все зависит от вас, пишите в комментариях, как вы хотите видеть это. Но сегодня у нас интересный выпуск, начинается у нас Кубок Англии, но скорее всего мы из него сразу же вылетим, потому что у нас сейчас игра против Миддлсбро в чемпионате, у меня более-менее готов первый состав, второй вообще никак не готов, Миддлсбро идет сейчас на четвертой строчке, у нас есть преимущество над Бристолем в 3 очка и также отставание до Кардифа в 3 очка. Если смотреть по кубку, то здесь у нас вроде как задач никаких и не стоит, надо сейчас глянуть. Хотя нет, вот стоит именно в Кубок Англии, нам надо пройти вот эту единственную стадию первую, вот, ну а потом уже там пойдут такие команды и через неделю, так что составы я надеюсь у меня будут готовы. Но мы начинаем естественно первым составом, потому что второй у меня абсолютно не готов, еще и Ливи на нашем стадионе, поехали. Итак, чемпионшип продолжается, у нас домашний матч, Престон против Миддлсбро, через 3 дня мы уже встречаем с ними Кубки Англии, так что я не знаю, что ожидать, мы будем все-таки от защиты действовать, потому что Миддлсбро идет чуть выше, чем мы, поэтому нам никак терять очки тоже нельзя. Перевод Хорио сразу на Мельникова, Ефремов с мячом. Ярослав есть, 1-0, моя голевая передача на Ярослава Вяткина, забивает седьмой номер Престона, вроде как это его первый, вроде гол, сейчас мы узнаем точно. Ну, отлично, мы выходим дома вперед, против команды с четвертой строчки, с которой нам еще надо играть в Кубке Англии. Ну, и хороший гол получился, рабочий прям, и это, нет, второй уж гол, я уже думал, дебютный. Минимальная наша победа, надо, не дать забрать дома, но вот сейчас я вам покажу, что с нашими игроками произошло, вот. Ага, тут даже сейчас так нельзя, ну окей, я сейчас после интервью вам покажу свой состав, что у них вообще 0 стамины. Не понимаю, что сейчас там день уже пройдет, все такое, но все равно более-менее должно это все сохраниться. Я не понимаю, что от этого хотят электроники сделать, они не так не лезут в карьеру, ничего тут не меняют, а зачем это еще и подсирает, вот так вот. Сидите в своем артиме-тим, там все и меняйте. Уже 7 матчей подряд мы не проигрываем. Мы обыграли четвертую еще и строчку. Ну и все такое вот. Идем теперь сразу же в команду, смотрим и на состав. Вот. У меня даже, у меня, видите, красная полоска, что это просто дичь. И теперь, поскольку они будут останавливаться по полгода, что ли, у меня игра сейчас уже в кубке. Кривохарченко нас благодарит за то, что мы прислушались, выпускали там его. Да, кандидаты там на включение команды года. Вон тут Тракцеры уже пошли, Сивилия купила игрока из Палка. Но меня сейчас это не сильно вот интересует. Мне больше интересно, как сейчас там дела в чемпионшипе происходят. Мы все так же еще на восьмой строчке. Медлсбром мы сбросили с четвертой на пятую. У нас теперь преимущество в пять очков и отставание от стоков в два очка. Значит, там они в ничью, скорее всего, сыграли. Сейчас мы глянем, как сток и Бристоль. Бристоль в ничью сыграл, поэтому у нас теперь лидер сто пять очков. А как сыграл вот сток. Сток тоже в ничью сыграл с Хаддерсфилдом. Нам это плюс. Ну и как я должен выпускать вот этот состав, что ли? Хотя бы они, смотрите, прошло с первого по четвертого три дня. Ну и уже вот так вот игроки восстановились. Более-менее, ладно. Выпускаю я тогда первый, ну, второй состав. И только долг мне вот на ворота поставлю. Надеюсь, не забуду потом Кривохарченко. Хотя я сейчас вот как сделаю. Сейчас вот отсюда опять уберу Кривохарченко. Сюда поставлю Кривохарченко. Так, а тут Гапонова никем нельзя уже заменить. Полина Сироткина? Нет. Она еще похуже, чем Гапонов. И вот сейчас мы переходим. Матч начинается. Снова домашний он у нас. Надеюсь, что мои ребята вытянут его. Потому что это наша задача перед руководством. Ну и вот отсюда вот так вот на один матч заменю долгню. Теперь уже ясно. Ну что же, друзья, став вы видите. Мы начинаем, поехали. Ну что же, наш первый кубковый матч. Это кубок Англии. Самый вроде как старый вообще турнир. И вот, эмблемы даже по-другому вот так вот сделали. Престон против Миддлсбро в прошлом туре чемпионшипа. У них тоже была вот игра. Так календарь сложился и жеребьевка. Выиграл домашний клуб. Домашний в плане стадиона. Сегодня тоже это наша домашняя игра. Поэтому я надеюсь, что хоть мы играем вторым составом, я не буду выставлять защитные тактики. Проверим это, устанут ли у меня снова игроки. Ну и надеемся на победу. Поехали. Вниз на Баумгартнера. И Скворцов. Ну, отлично. Забивает Скворцов. 1-0. Престон выходит вперед. Это отлично. Если мы сейчас не пропустим, то никакой переигровки не будет. Кубок Англии, да, вот такой вот немного суровый турнир. Если сыграли бы в ничью, то дальше будет переигровка, но уже на чужом поле. И нам, тем более, это сейчас не надо. Так как у нас вот игроки устают. Более-менее, как выяснил, как этого убрать, не выставляя просто тактики. И все. Так что, и нам это еще не нужен лишний матч в календаре. Так что, это отлично. Ну вот, Скворцов, первый игрок за Престон, который забил гол. Замечательно. Как же хорошо сейчас было сыгранно. Я увидел Максима одного там на этой точке. И все, Максим забивает. Ну и все. Мы теперь в 1-16 Кубка Англии. Мы выполнили задачу руководства. Матвей замечательно там еще и поборолся. Ефремова давайте вместо Миши Меламеда выпустим. Ну и Максим просто замечательно в одно касание. Это очень классный гол сейчас получился у него. И все. 1-0. Ой, 2-0. Один гол от Максима Мельникова. Один от Романа Скворцова. Вторая победа к ряду над Миддлсбро. Теперь 2-0. Мы выходим в 1-16 Кубка Англии. Благодарю вас, друзья. Все, кто были с нами. Матвей Мишин, естественно, лучший игрок. Замечательную голевую отдал на Максима Мельникова в центре. Ну и все. Какие у вас впечатления от этого матча? Мы все здесь сейчас пробьем быстренько. Чтобы и не париться. И все. Thanks for the questions. Пожалуйста. Сейчас у нас неплохо так. Игрок вернулся из аренды. Это кто? Earl. Так, кто-то там вернулся. Так, а что у нас по деньгам-то, кстати? У нас вроде как, я вижу, есть бюджет. Готовы или нет? Сейчас наши игроки. Где этот Earl? Вот он, Earl. На трансферты пошел. Хороший вроде игрок. Денег должны дать. Так, финансы. Что у нас там по контрактам? Трушечкин, можно сейчас с тобой переговоры вести? Можно. Согласился Трушечка с нами перевести переговоры. Мы продали одного у Конора вроде игрока. Поэтому сейчас должно нам хватить денег. Трушечкин у нас ключевой игрок, да? Прекрасно. Три года. Хорошо, мы согласны. Без отступных. Опа. Исключаем бонус и подаем предложение. Пойдет. Я надеюсь, что нам хватит сейчас на Масаковского подписать. Я надеюсь. Я просто в это буду сейчас молиться и верить. Так. Ключевой игрок. Отлично. Так, на сколько? Давайте на три года так же, как и с остальными практически. Да, согласен. Без отступных. Замечательно. Принимаем. Почему они сами-то сейчас бы не дали бы свою зарплату? Десять тысяч евро в неделю. Опа. Еще и бонусов хотят. Включаем бонусы. Вот так вот только могу. Ребят, ну согласитесь. Чего? Какие двенадцатые еще? Я могу ему все сейчас отдать. Вот так вот. И он не согласится, естественно. Понятно. Масаковский немного зажрался. Подождем. Еще немного. Как только продадим того игрока. Тогда и будем вести переговоры. Так, мы прокачиваем. Попозже немного я заново зайду и пробью все новые тренировки. Так, а нам даже из-за того, что мы прошли вот одну тридцать вторую, нам ничего не дадут, да? Денег никаких. Это плохо. Эрль. Отлично. Предложение. Мы согласны Лос-Анджерс Футбол Клаб. Там Виллой этот, да, Дэйт Виллой играл. Так что все нормально. Там Карл Асвелла вроде играл. Все, мы в общем ждем. Сейчас предложение от Эрла. От Лос-Анджерс ФК. Итак, смотрим на данный момент, что у нас происходит. Мы сейчас на восьмой строчке играем против команды Blackburn Rovers. Вот они на девятнадцатой строчке. Слабенькая команда. Переигровка. Сейчас идет Кубка Англии. Давайте посмотрим так сразу, кто вышел. Wecombe. Мы знаем этот клуб по... А добавить инфе в Барнсли. Прошли Сандерленд. Это отлично. Ливерпуль вылетел из Кубка Англии от Падерборна. Отлично. Мы прошли Миддлсбро. Сангемптон вынес Бристель, к сожалению. Виган вынес Шеффилд. Мансити вынес Шресбюри. Челси вынесли Флитвуд. Бернли вынесли Чарльтон. Беремингем вынес Олтхэм. Блэкбурн вы проиграли Крэвллю. 1-0. Дерби и Колчестер будут играть переигровку. Лидс обыграли Роттерхан. Суанси прошли Куинс Парк Рейнджерс. Вилла прошла Бормут. Это хорошо. Уотфорд прошли Гиллингем. Халл проиграл Милвеллу. Эвертон прошли Стоп 4-1. Оксфорд вынес Эксетер 3-0. Линкольн вынесли Фуллхэм 1-0. Кристал Пелес вынесли Мансфилд. Тоттенхэм Шеффилд. У Эстхэм Арсенал будет переигровка. У Эст Бромвич обыграли Рейдинг. Лестер вынесли Волсал. Манчестер Юнайтед обыграли минимально Норвич. Кардив выиграли Саутхэнд Юнайтед. Болтон проиграл Ноттингему. Брайтон обыграл Донкестер. Хаддерсфилд прошел Брэнфорд. И Вулл Вархэмптон будет играть. Переигровка с Нью-Кассел. Вот они все. Эти команды. Тут прям интересно. Нью-Кассел, Вулл Вархэмптон и Арсенал Вэстхэм. Это 4 команды и 2 пары из АПЛ. Будет интересно посмотреть переигровку. Что у нас там вообще сейчас. Я буду играть первым составом. У меня оба состава готовы. Но я буду играть первым. Надеюсь, что ничего от этого не изменится. Дальше у нас Чарльтон Атлетик идет. Сейчас мы тоже глянем, где они. На всякий случай. Вот. Чарльтон Атлетик. Они на уровне с Блэкбурном идут. Хотя вот почему нельзя посмотреть действительно расписание там где-нибудь. Когда будет следующий тур Кубка Англии. Потому что мне сейчас это важно. Когда поставят вообще. Почему так вот нельзя посмотреть-то. Что у нас дальше там еще. Кубок Карабао. Тут, кстати, мы в нем, я так понимаю, не участвовали или участвовали, вылетели или нет. Что. Да, мы от Плюмов вылетели в первом раунде еще. Я-то думаю, что-то у нас Кубка Карабао. Нет, там уже финал практически играется. Что у нас по Лиге Чемпионов. Сейчас быстренько пробежимся. Реал, ПСЖ, Галатасарай. Дальше. Тоттенхэм, Бавария, Олимпиакос. Манчестер Сити, Аталанта, Динамо, Загреб. Атлетика, Ювентус, Байер. Ливерпуль, Наполи, Зальцбург. Барселона, Интер, Барусия. Леон, Бенфика, Лейпциг. Валенсия, Аякс, Челси. Ну и смотрим на... Так, нет, не сюда. Нажимаю, вы чего меня? Ювентус, Манчестер Сити, ПСЖ, Тоттенхэм, Бенфика, Ливерпуль. Ливерпуль прям повезло. Аякс, Атлетика. Атлетика тоже сейчас повезло. Наполи, Реал, Бавария, Леон, Баварии повезло. Барселоне тоже повезло. Ну и тут интересная интерваленция будет посмотреть. Ну и здесь давайте сразу одни шестнадцатые. Посещаем пресс-конференцию. Не знаю для чего. Вроде матч не такой прям топовый, но да ладно. Масаковский отказывается, он все еще у нас игрок, будем говорить. Он не отказывается, это я отказываюсь ему давать такую зарплату, пока у меня денег таких нету. Разборять обороты мы не намерены. Окей, говорят нам. Так, ну что делаем? Вторым или первым будем играть? Кстати, Вяткин теперь уходит у нас из первого состава. Мы поставим сюда Меламеда. В первый состав, потому что прокачался. Вяткин не качается, шестнадцатый, так у него и остался. Мы его вот сюда вот вместо Меламеда во второй состав засунем. Все сохраняем. Ну и давайте думать, что нам сейчас все-таки... Давайте первым тогда составом играть, нам нечего терять. Там вроде как неделя до следующего матча, но вдруг нам Кубок Англии втюхнут куда-нибудь. Поэтому я и думаю. Ладно, вот он состав наш, поехали. Итак, игроки вот здесь. Блэкбурн или против кого мы сейчас играем вообще, уже забыл. Вроде Блэкбурн Роверс. Или против кого? С кем мы играем? Да, Блэкбурн Роверс, все отлично. На выезде Блэкбурн Роверс принимает нас. Мы не выставляем ни атакующей, ни защитной тактики, чтобы наши игроки не уставали. Все, на этом. Понижена Мельникова. И вот, на меня хорошую передачу нашли. Отлично, 1-0. Просто он выходит вперед, мой гол. Забиваем мы. 16-я минута матча. 1-0. Ну и посмотрим, кто это так отдал. Кучаев, голевую передачу хорошую отдал. Еще я на ходу ложный замах сделал. Хотел на месте вообще сделать. Ну да ладно. Третий или четвертый гол сейчас у меня. Вот четвертый. Передача на Кучаева. И Козлов, 2-0. Сейчас это просто как идеально было. Мы уже вот просто вратаря уронили. Козлову просто оставалось. Ну там уже катнуть действительно мяч. Посмотрите, как это сейчас шикарно было все сделано. Хорошая передача. На ложном убрал. И вот так вот. Аккуратненько. Никто там не держал уже Козлова. Вяткина выпустим сейчас вместо Кучаева. Супер. Какой-то гол сейчас узнаем у Козлова. Десятый гол. Поздравляем. 10 мячей за сезон забил. Андрей Козлов. Это супер. Нишин. Это Вова забил. Это серьезно. Вова забил сейчас у главого. Вова забивает. Отлично. 3-0 громим Blackburn Rovers. И все. Победа 3-0. Вова доводит ее до разгромной. Это вроде первый вообще гол у нас за карьеру, за канал. Когда забили вот с углового. Ну прям куда здесь. Надо было то левее конечно. Но Вова и рискнул. Но этот риск прям оправдан был. Между защитником на штанге и вратарем. Замечательно пробил еще и под перекладину. От этого удара вон полетел и вратарь. И защитник. Просто пушечный сейчас удар был головой от Вовы. Но это первый его вроде в гол должен был. Да. Поздравляем Вову с дебютным голом. За наш футбольный клуб. Отлично. 3-0. Разгромная победа над Blackburn. Тем более еще и на выезде. Ярослав с мячом. Это разгромная победа над Blackburn на выезде. Заметьте у нас если бы выпуск длился сейчас по 3 серии как обычно. Мы бы 3 из 3 побед было. Но замечательно. Лучший игрок Константин Кучаев. Все супер. Сток выиграл Милвейл. К сожалению. Так что они не отстают в очках. Быстренько мы снова отвечаем на вопросы их. У нас есть условия. Все такое. Все. Недавно мы говорили о моей что? Зарплате, но ничего не изменилось. Разберемся. Скажу. А что Буренкову-то не так? Сейчас, сейчас. Я жду. Я жду, когда у меня игрока подпишут. Тогда все замечательно у нас будет. Айвазян. 69-й рейтинг прокачал. Замечательно. Теперь и Айвазян, скорее всего, будет попадать сейчас, наверное, под первый состав. Друзья, я не просто... Все. Замечательно у нас. Кардив. Мы сравняли с Кардивом. Теперь мы на седьмой строчке. Это супер. Уэйгл переходит в Вильяреал. Из Баруси. Вот. Мишин забил первый гол в сезоне. Арнольд приходит в ПСЖ. Маллин переходит во Франкфурт. И что? Когда у нас там изменение вот в расписании? Когда теперь у нас этот кубок? Да, добавляется. Он сюда Тран Мэри будет в 1.16. Так что мы должны, друзья, просто с вами выносить сейчас. Изменение в расписание. Добавили еще и деньжат. Вот толку мне этих денег-то. Не надо, чтобы у меня игрока сейчас подписали уже. А что там с Буренковым-то, серьезно? Он же подписал контракт, все нормально. Сейчас баснословные деньги попросит. Ладно, давайте идем к Буренкову тогда пока. А что тебе не так в 2000 и что? Вы продлили. Я с тобой просто никак не могу сейчас. Сорян. Так, у нас домашний матч против Чернотон Атлетик. У нас матч через неделю. Вот так вот вам повезло, что сегодня у нас 6 аж целых матчей за выпуск. Будем по месяцам, мне кажется, так лучше будет играть. Играем все так же первым составом против Чернотона. Нам сейчас надо отрываться от Кардифа. Уменьшать преимущество Миддлс Брок, кстати. Это сейчас выгодно было, что мы их обыграли. И попадать в топ-6. Это будет замечательно. Все, поехали. Друзья, прошу прощения, что прерываю видеоролик, но произошел небольшой инцидент. Как я и сказал, я буду увеличивать количество матчей в выпуске как и за Барселону карьеру, так и карьеру за канал. Так что я решил в карьере за канал делать выпуски по месяцам. То есть в этом выпуске я должен был отыграть все 6 матчей. Но, как вы понимаете, я уже даже зашел на этот матч. Я весь месяц, получается, январь отыграл. И во время съемок я решил сделать два файла, чтобы качественно было все сохранено. Но при уже действии и при монтаже я заметил, что второй файл был поврежден. И это, естественно, концовка уже выпуска. Так что вы не увидите концовку эту. Три матча в чемпионате против Чарльтон. Мы сыграли в мячу 1-1 дома. Против Барнсли в гостях мы выиграли 1-0. И разгромили в 1-16 кубка Англии. Транмери 4-0. Я надеюсь, вы это поймете. Посмотрите это еще и в следующем выпуске. Я тоже на это акцентирую внимание. Так что спасибо вам за понимание. Но на этом видеоролик заканчивается. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизненного встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok